Планы по газификации сегодня реализуются на территории нашего региона. Мы планируем войти в практическую стадию. И если погодные условия позволят завершить газификацию двух районов Северо-Востока, это газификация в направлении, когда в район подводится магистральный газ, минимальная газоразвредительная сеть уже готова. Дальше это будет возможность для более масштабной газификации. Это Краснохолмский район, Максотехинский район. Поселок Жарковский, который находится на юго-востоке. И поселок Молоково, который находится также на северо-востоке и юго-запад. Соответственно, для нас программа газификации является ключевым направлением. Вы знаете, что мы четыре года системно, последовательно в этом направлении работаем. Направление оказалось непростое. И мы видим, что сегодня очень важно с Газпромом и в прямом, и в переносном смысле синхронизироваться по планам и задачам газификации Тверской области. Мы договорились о встрече на высоком уровне с руководством Газпрома в августе месяце. Сейчас будут подготовительные совещания и консультации по активизации программы газификации Тверской области. Со своей стороны мы идем с большим опережением. Спроектировали газопровод Ржев-Нелидова. Сейчас идут согласования по подключению, как это должно быть, в какой точке и на каких условиях. И надеемся, что к первому сентября у нас уже будут уточненные планы масштабные по газификации нашего региона. Уровень газификации, который сегодня у нас растет, в определенных темпах показывает, насколько газифицировано домовладение. Но еще для нас имеет ключевое значение газификация промышленных предприятий, объектов социально- и культурного назначения. Поэтому у нас на текущий год завершение газификации Торжокский район, и это Калязинский, Кашинский район, социальные объекты. Поэтому работаем и думаю, что исходя из анализа первого полугодия, во втором полугодии текущего года нам придется существенно активизироваться.